Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру, и мы продолжим разговор о послании апостола Павла Кремленом, обратившись теперь к девятой главе этого послания. Девятая глава начинает новый раздел разговора и новый поворот основной темы, о которой говорит апостол Павел. Предыдущие несколько глав были посвящены попыткам осмыслить то, что такое закон, какой он имеет или не имеет отношения к христианам сначала из эллинов, потом к христианам из иудеев, что значит умереть для греха, крестившись в смерть Христову, и что значит жить по закону Духа Жизни во Христе Иисусе. Вот это был разговор предыдущий. Апостол говорил о том, что закон не то чтобы отменился или перестал работать, перестал быть правильным по отношению к христианам, но мы освободились от него по неким причинам. Дальше следующий неизбежный поворот темы такой. Если христиане освободились от действия закона, потому что приняли Христа и живут его благодатью и духом жизни во Христе, новая обновленная жизнь, так хорошо. А иудеи – люди, которые следуют закону, исполняют его, но при этом не приняли Христа, не пошли за ним. И вот 9, 10 и дальше 11 главы будут посвящены мыслям апостола Павла об этой проблеме. А как он видит, как он относится к народу Божьему, к тому, который, собственно, еще не определился в каком-то смысле, потому что часть иудеев приняли Христа, часть его отвергли, а часть еще не приняли для себя никакого решения. Это ведь пишется в то время, когда довольно все подвижно, и еще христиане из иудеев даже и большинство составляют в Церкви Христовой. И вот что Израиль, какое он имеет отношение к Богу и к Завету, явившемуся во Христе. Вот апостол Павел рассуждает с разных сторон об этой проблеме. Ну, во-первых, очень важно обратить внимание на то, что он об этом рассуждает, он об этом думает, для него это важно. Он не готов отвергнуть с порога вообще и сказать, что все там, всем лизать в сковородку. Нет, наоборот, очень поучительно то, как начинает Павел этот разговор. Он говорит, истину во Христе говорю по совести. «Великая печаль и мучение сердцу моему, Израиль, я хотел бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих родных мне по плоти, то есть израильтян». На самом деле шокирующие слова, шокирующие. Для большинства христиан современных прямо кажется, что ну как же так можно вообще, такими словами не бросаются. А Павел бросается, говорит, я готов вот своей судьбой вечной, всем, жизни вечной, всем действительно пожертвовать, быть отлученным от Христа за братьев моих, ради того, чтобы они были спасены, ради того, чтобы эта встреча произошла. Еще тоже ведь обратите внимание, что Павел, для которого судьба Израиля перед Христом такая мучительная, тяжелая и пульсирующая проблема, он при этом сам не призван на служение Израилю, он призван на служение язычникам, и Бог повелел ему идти проповедовать среди язычников, и Павел ничего не может сделать в каком-то смысле для Израиля, поэтому так для него может быть и, вот он говорит, «Мучение сердцу моему за израильтян, которым принадлежит и усыновление, и слава, и заветы, и от них Христос под плоти, сущий над всеми Богом». Ну, примерно через четверть века после написания послания к римлянам, в том числе этих слов. Отношения между христианами и иудеями более или менее обретут некоторую определенность. С одной стороны, в 50-е еще годы и позже христиане часто старались представляться как некое иудейское религиозное течение и тем самым под неким широким зонтиком иудаизма иметь такой полулегальный статус. Иудеи, которым все меньше нравилось существование христиан по-разному, так или иначе, пытались этому противодействовать и, в конце концов, стали в синагоге проклинать это течение отщепенцев хаменин. Христиане не остались в долгу, надо сказать, и тоже, в общем, стали разные нехорошие слова в адрес иудеев говорить. Хотя это, казалось бы, прям противоречит евангельским повелениям. Короче говоря, отношения между этими двумя общинами складывались в четверть века, с середины 50-х до 80-х примерно годов. Первого столетия очень неоднозначно и болезненно, отрекаясь от назарян, как тогда нас называли, иудеи подводили их под уголовку, под обвинение в экстремизме римское. Да, в общем, понятно, почему христиане не были от этого в большом восторге. Но вот это вот размежевание произошло так или иначе, и произошло весьма болезненно. Но во времена, когда апостол Павел пишет, это еще только-только намечается. Поэтому он немножко по-другому смотрит, по-другому видит. И вот он говорит о том, что посмотрите, вот иудеи, вот израильтяне, им это все принадлежит. И заветы, законоположения, и богослужения, и Христос от них по плоти. Таким образом он предлагает отнестись к иудейскому наследию как к некоторому благословению, которое дано израильтянам, но, как выясняется, как Павел думает, не только для них одних. И вот Павел говорит о том, что да, конечно, Бог призвал израильтян, и им все дал, все то, что он перечисляет там в 4 и 5 стихах. Все это так. И есть обетование, обетование Божье, которое дано. И это обетование Аврааму, о том, что потомство твое будет пачать числа песка морскага. И вот дальше апостол рассуждает о том, что как же так получается, что обетование дано всем израильтянам. закон благословения, богослужения, заветы, отцы, Христос по плоти, усыновления, все это дано всем, а приняли не все. А приняли не все. Как так получается? И, собственно, здесь есть несколько для самого апостола важных мыслей. В частности, смотрите, во-первых, он говорит о том, что дети обетования признаются за семя. Дальше он приводит, на самом деле, довольно пространную выдержку из толкований в жанре мидраша, скорее, такого фарисейского типа, возможно, подчеркнутого Павлом в своем опыте, в том, что он знает о том, как думают верующие иудеи. Для нас сейчас важно вот что. Он говорит не механически о детях обетования. Потомки Авраама не все те, кто механически являются потомками Авраама. Это не так работает. Вот главная, может быть, мысль Павла в первой половине девятой главы. Потому что, если ты не принимаешь это помилование, как помилование, как подарок Божий, то ты его не принимаешь. Дети обетования признаются за семя. И дальше Павел говорит, помилование зависит не от желающего, не от подвязающегося, но от Бога милующего. Ну, во-первых, конечно, Павел имеет в виду израильтян, желающих получить от Бога помилование, получить, а не заработать. Подвигами какими-то. Значит, речь идет о тех, кто не подвигами, не подвязаясь, а от Бога получает помилование. Помилование зависит от Бога. В контексте девятой главы, конечно, в первую очередь, это означает, что Бог милует не потому, что израильтяне вот такие, такие им полагаются, такие у них обетования едакие, обетования они там, значит, семя Авраам, прочее, прочее. А сердцем Бога определяется факт помилования. Но даже и абстрагируясь от всего этого, даже от контекста разговора об Израиле, эта фраза чрезвычайно важна и для современных христиан тоже. Помилование зависит не от желающего, не от подвязающегося, но от Бога милующего, потому что мы тоже очень хотим и очень стараемся подвигами заработать себе помилование какими-то такими усилиями, желанием, которые выражаются, конечно, в подвигах, подвязаниях и все такое прочее, добиться того, чтобы хочет Бог или нет, а пришлось бы ему нас помиловать. Ну, типичный пример, конечно, разные аскетические ограничения, которые важны, но мы придаем им часто совершенно экзистенциальную какую-то значимость подвигов и подвязаемся именно ради этого. А Павел говорит, ребята, не от того, как вы там усиливаетесь, усердие вашего, не от ваших подвигов грандиозных зависит помилование, а от Бога милующего. Он жалеет нас, прощает нас, милует нас, потому что таково его сердце. Вот он такой, он такой, это не... Мы достойны этого, мы не достойны, никогда. Но это вот так велика сила Божьего милосердия, и об этом совершенно необходимо на самом деле думать вообще безотносительно, ко всякому Израилю. Но Павел, конечно же, сообщает об этом, свидетельствует об этом именно в контексте разговора о том, что в конечном итоге потомков Авраама Бог милует, потому что он Бог милующий, а не потому что они чего-то добились или им положено. Дальше он продолжает это рассуждение и говорит о том, что в конце концов не властен ли горшечник над глиною. Что Бог делает из какого, так сказать, материала? Другой разговор. Кого хочет, милует, кого хочет, ожесточает, вспоминает Павел апостол, вспоминает Павел фараона египетского. Но снова и снова смысл всего разговора в том заключается, что Бог милует, и это относится к Израилю точно так же, как и к язычникам. Израиль точно так же спасается помилованием, а не результатами своей многотрудной деятельности или чем-то, чем Бог был бы им обязан. Бог никому ничем не обязан. Кого хочет, милует, кого хочет, ожесточает. И горшечник может сделать из одной и той же смеси сосуд для высокого и низкого употребления. И Бог является сосуд славы над сосудами милосердия, которых он призвал не только из иудеев, но и из язычников. Таким образом, говорит апостол Павел еще раз и еще раз, вот, все дело в Боге. И судьба Израиля все равно определяется не тем, насколько и как Израиль остается верным закону, неверным закону или в каком процентном отношении он его соблюдает. И все равно еще обращает внимание апостола на один очень важный факт, что Исаия говорит, «Остаток спасется, спасутся те, кто действительно следует за Богом по правде». И вот эту ситуацию апостол Павел подытоживает в последних стихах 9 главы, «Язычники, не искавшие праведность, получили праведность от веры». Весьма вероятно, что здесь он имеет в виду, конечно, скорее оправдание. Язычники, которые даже и, может быть, не помышляли о том, что нуждаются в помиловании, в оправдании перед Богом, поверили в то, что в Иисусе дано это оправдание, и его получили. А Израиль, искавший закон о праведности, не достиг праведности по закону, не достиг закона праведности. Почему? Потому что искали не в вере, а в делах закона. Вот что, собственно, апостол предлагает нам увидеть. Искали в делах закона. Я потрудился и сделал то-то, то-то, то-то длинный список подвигов, и таким образом мне полагается оправдание. Вот что значит искать оправдание в делах закона. И это фарисейский путь, который свойственно наткнуть не только ветхому Израилю, временно апостолу Павла, но и современным христианам в полной мере. Вот, и Павел говорит о том, что фатальным оказалось для Израиля то, что они искали, не в вере, не вот в этих отношениях доверия милости Божьей, явленной во Христе Иисусе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok